Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш наладили общение. А ведь совсем недавно, после того, как вскрылась правда об обмане Лилии по поводу беременности, они решили не приближаться друг к другу ближе, чем на метр. Зрители считают, что она больше подходит Сергею, чем Валерия Фрост. Ваня Заря ухаживает за новенькой 20-летней Софией Вермут. Она училась на экономиста, год работала парикмахером, ее хобби – тату-мастер. Лиза Полыгалова прокомментировала видео, где она танцует перед турком, которое зрители нашли в сети. «Хватит собирать вокруг меня грязные слухи, моя совесть чиста. Я счастлива и всем этого желаю». Андрей Черкасов находится на кастинге в Казахстане. Он пишет, «Уже сейчас на проекте появились две девушки, которых я отобрал. Надеюсь, я еще найду интересных персонажей». Алиана Гобозова увлеклась творчеством. «Готовы три песенки к записи. Надеюсь, вам понравится. Две из них я написала сама. А пишу я всегда от всей души». Алена Ашмарина и Илья Григоренко пообщались со своими поклонниками через Инстаграм. И во время прямого эфира она сообщила, что ждет ребенка от Ильи Григоренко. Илья очень рад, что станет папой. Также Алена рассказала, что им предложили вернуться на проект, бороться за дом. Но ребята отказались. Другая бывшая участница Дома 2, Аня Якунина, рассталась со своим молодым человеком. Они не живут вместе уже полгода. Разные веры, менталитеты, понятия не дали бы нам создать семью. А также не дали бы нам согласия его родители. Поэтому я ушла, не давая больше тратить свое время». Лера Фрост попала на обложку главного мужского журнала. Когда девушка отдыхала во Франции, главный редактор журнала связался с ней и предложил сняться для календаря 2017 года. Валерия этому рада, потому что многие модели платят за то, что ей досталось бесплатно. Элла Трегубенко сделала пластическую операцию по увеличению груди. На фотографиях она до операции и после. Поддержать телу приехала подруга Кристина Дерябина. Один из бывших проектных ухажеров Ольги Рапунцель назвал ее зарплату. Александр Вейс встречался с Рапунцель, поэтому знает, что в месяц она получает 250 тысяч рублей. Бывший участник Стас Маугли рассказал о своем гонораре. «На Дом-2 меня звали много раз, но я не соглашался, пока не предложили денег», – рассказал он журналистам. «Бесплатно бы я не пошел. Гонорар у меня был более 200 тысяч рублей». Мария Кахно опубликовала снимок в своем микроблоге. Она убеждена, что накрасилась красиво, но подписчики сочли вечерний макияж девушке полным безобразием. Бывший муж Ольги Бузовой, Дима Тарасов, которому приписывают роман с Анастасией Костенко, подтвердил эти слухи. Недавно парочку сфотографировали во время похода в кино. Теперь им станет сложнее скрывать свои отношения. Кстати, этот роман у него начался еще до развода с женой. Ольга Бузова неплохо зарабатывает на своем разводе с футболистом Димой Тарасовым. Сейчас на пике своей популярности за участие в разных шоу в качестве эксперта Бузова берет не менее 70 тысяч рублей. А стать главной героиней скандального ток-шоу она готова за миллион. До громкого развода Бузова оценивала свои личные тайны в 500 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. Не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.